Ну, я всех приветствую, меня зовут Александр Сидоркин, я работаю в Калифорнии, университет штата Калифорнии, я там декан педагогического факультета, можно сказать, в университете, вот, ну это моя такая работа по, так сказать, по своей, ну научной специальности, я философ образования и последние несколько лет я занимаюсь таким проектом, который называется педагогика отношений, можно сказать, то есть речь идет о том, что я изучаю отношения в образовательных структурах, в образовательных организациях, вот, может быть, мы начнем с того, что вы очень быстро представитесь, у нас полтора часа, правильно, я помню, полтора часа, вы очень быстро представитесь, скажите, чем вы занимаетесь, чтобы я мог понимать, на что можно опираться, давайте, может быть, начнем по часовой стрелке, вы не возражаете? Возвращаюсь. Да, как вас зовут и чем вы занимаетесь? Орна. Чем я занимаюсь, сразу на дыра, там, все, университет, как отдают, потом, ученики, консультации, наставник, честное, наружки, наверное, такие дыра. Понятно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сауля, Армир Кристиевич, а мне же с ним Кришин. Окей, ну вы по-русски понимаете, да? Да, 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 я просто знаю. Ага, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Егор, я по профессии органист, интересуюсь тоже образованием. Понятно, спасибо. Меня зовут Кристи, и я постараюсь учить детей. Понятно. Пускай вас. Спасибо. Наталья, я социальная антромолога, в прошлом, в прошлом, вузовский преподаватель. Угу. Мы делаем с этим. Хорошо, понятно, спасибо. И учитель музыкального академии театральной школы. Угу, понятно. Лина, пап, саман, я не осталась в России. Родители. Родители, да, родители. Да, очень приятно. Валентина, учитель русского языка и литературы в частной гимназе. Оля, да, учитель искусства в школе Святого Янамокослава. Татьяна, учитель русского языка и литературы в университете. Хорошо, спасибо. Я прошу только погромче говорить, потому что я думал, что микрофон вас не ловит. Ну, значит, смотрите, история такая. Я написал такую книгу по теории, да, потом мне нужно, следующий шаг, который я буду делать, я работаю над инструментом, измерительным, такой шкалой. Простите, мы вас пропустили, да? Софья, директор маленькой школы английского, хобби-школы. Да, вы представьте. Ну, понятно. Хорошо, спасибо, да. Ну, значит, смотрите, я пока вот это вот раздам. Значит, у меня такая есть теория образовательных отношений. Ну, как бы в двух словах я вам скажу, про что там речь идет. Значит, ну, многие люди понимают, что отношения как бы очень важны в образовании, но они считают, что это такой более инструментальный, что ли, что отношения нужны для того, чтобы дети научились чему-то. Там еще есть копии, да. Мне должно быть всем хватит. Вот. А я, так сказать, полагаю, что наоборот, главное – это отношения, а все остальное – это более средства, чтобы достигнуть. Да, я зря раздал, не оберегаясь. Там, да, тут есть, по-моему, по-русски, по-английски тексты этого слова. Ну, вот. Значит, у нас есть, на самом деле, целая такая организация, она называется Relations Centered Education Network, такая международная организация, которая изучает, ну, как бы предполагает, что отношения – это центральная вещь в образовании. Вот. Но у нас есть одна проблема. Мы не совсем понимаем, чем отношения хорошие образовательные, отличаются от любых других. Понятно, да? То есть теория такая, что в школе понятие хороших, как бы, отношений, оно отличается от того, что есть в семье, или там на производстве, в компании, в клубе, в любой другой. У каждого института общественного есть свое понимание хороших отношений. Вот. Так вот, в чем специфика, собственно, образовательных или педагогических отношений? Ну, давайте называть все-таки образовательные. Значит, и у меня есть гипотеза на этот счет. Чтобы ее проверить, я должен что-то измерить. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы мне поможете этот инструмент сегодня создать. Я вам ничего рассказывать не буду, вы мне будете рассказывать, да? Вы первая группа людей на свете, которые видели вот этот черновик. До этого у меня еще одна была, но мы от него отказались. Значит, вот теперь у меня вот такой вот самый последний вариант. Значит, есть, не знаю, вы знаете или нет, но есть целая наука, она называется психометрика. Это часть психологии, которая занимается созданием измерительных инструментов. Вот. Я должен сказать, что я не специалист в этой науке. Просто почему я занялся вот этим инструментом? Потому что никто из моих друзей-психометриков не согласился мне помочь. Поэтому мне приходится самому как бы... Как бы я обосновали? А? Как бы я обосновали? У всех есть свои дела. У всех есть... Все заняты, что ли? Все заняты, да. Ну и как тогда по шкале вашей... Да, да, да. Вот так вот, да, да. Ну, значит, вот. Поэтому я должен заниматься вот каким-то таким не своим делом. Но у меня есть консультант психометрика, очень известный психометрик из Бостона. Есть такой Бостон колледж, его зовут. Лэри Ладлоу. Он мой, так сказать, консультант. Он согласился консультировать. Значит, чтобы вы понимали, как создаются такого рода инструменты. Все начинается с теории всегда. Вот люди что-то такое думают, предполагают на основании анализа литературы, того, что уже исследовано. Они делают предположения. Потом они создают инструмент. Этот инструмент потом проходит стадию пилотирования. То есть пилотирование это когда... Пилот по-английски называется. Это когда вы на выборке какой-то, ну, предположим, около тысячи нужно учеников, чтобы проверить, работает ли этот инструмент или нет. И там есть, я не буду углубляться, но есть, в общем, математические формулы, математические некоторые допущения, которые показывают, это рабочий инструмент или нет. Ну, например, если я измерю 20 школ, и они все попадают в одну и ту же категорию, значит, у меня недостаточно вариативности, значит, я ничего не измеряю. Или, если у меня шкала возрастающая, то должна быть так называемая... Те, кто помнит свой курс по исследованиям любым, то есть так называемое нормальное распределение. Упш! Нормальное распределение должно примерно вот так выглядеть. То есть большинство всех случаев должно быть вот здесь, меньшинство случаев должно быть здесь и должно быть здесь. Вот, понятно, да, если я это проверил, у меня ничего такого не получается, значит, инструмент не работает, значит, нужно идти обратно, все начинать сначала и так далее, и так далее. Вот, но самое главное, что инструменты эти, они должны, они должны описывать реальность, которой люди живут. В общем, собственно, в этом весь секрет. Ну, там еще разные бывают, еще есть разные проверки. Скажем, если я измерил один класс, там 20 учеников, и у них разброс очень большой, да, вот я их измерил, вот 20 учеников у меня, да, и у них вот такое вот облако ответов, значит, я ничего не измеряю. Понятно, что нет, есть такое понятие, стандартное отклонение, если у них очень большое, значит, на самом деле у них нет согласия по поводу того, о чем они говорят. Если оно небольшое, да, вот так вот, как бы, да, можно такую линию прочертить, и люди здесь вот отвечают, то, значит, инструмент работает более-менее. Но это все потом. А самое главное мне нужно, чтобы он, значит, его сначала сделать, чтобы было что пилотировать. Значит, ну, в общем, теория такая, я вам попробую объяснить, что, с моей точки зрения, в образовательных отношениях есть два измерения, как бы две оси. Это одно я назвал благополучие по-русски или по-английски, это будет well-being, это где детям хорошо просто, а другая это growth или рост, я назвал ее, шкала роста, да, или измерения роста, dimension измерения. Потому что в школе, если у вас просто хорошие отношения, и вы их ни для чего не используете, то они не педагогические, эти отношения. Если вам просто хорошо, и вы никуда детей не толкаете при этом. Если вы детей все время только толкаете, но у них нет благополучия, то это тоже не получится, потому что они не будут, у них нет тогда мотивации к учебу. Очень простая гипотеза, примитивная, она заключается в том, что вот эти вот хорошие отношения благополучия, они ведут за собой или тащат за собой развитие. И, ну, может быть, я вам задам первый вопрос. Знаете ли вы, учителей или школы, где есть благополучие без развития, или где есть развитие без благополучия? Рост, или так называемый, рост. У нас был клуб, образовательный пружой был, можно сказать, так. И в какие-то моменты вы замечали, что мы больше тусуемся, чем учимся. Вот такая концепция. Да, да, это совершенно правильно, да. Это вот очень типичная опасность, в которую педагоги попадают, такая ловушка. Уже невозможно вообще, чтобы рост и без благополучия вообще. Ну, допустим, я не знаю школу, тоже вот у нас была в городе, где это была очень сильная школа, там выпускники поступали, когда угодно, на бюджет, во все лучшие вузы, но там очень был жесткий директор. Там была строгость, плод, да, там у них была форма, у них был внешний, если зимой было холодно, ребенок сидел в свитере, он каждый знал наскву шаги, что это идет директор, и когда эти шаги приближали, они все там сразу снимали, там что-то, нельзя было девочкам, там ногти красить, ну, то есть очень педалольные такие. Ну, понятно, то есть, да. Да, и то есть у них в школе были очень такие суровые отношения, ну, вообще, такая атмосфера. Но рост у них был академический. Один такой, я знаю, случай, что директор зашел в класс, и он увидел, что один мальчик жил в жвачку. А, а до этого, значит, там еще мальчик, когда разрешалось носить длинные волосы, у него были, значит, вот такая вот карет, и ему говорил директор, ты должен облежать волосы. Значит, у мальчик не спился, и он подошел и говорит, давай, выкривай сюда жвачку. Выкривал жвачку и директор ему в волосы. Да, и вот этот мальчик на перемене пошел в полимагерскую и сделал себе ежик. Ужас какой, да. Ну, вот смотрите, значит, вот это очень, да, хорошая история, спасибо. В принципе, может, вот смотри, если мы представим себе вот этого шкала благополучия, да, от минуса, там, не знаю, давайте скажем, минус одного до плюс одного, да, а есть шкала роста от минус одного до плюс одного, предположим, да, и здесь где-то у нас ноль, да, находится, то в принципе, в теории, как вы правильно сказали, могут быть школы и классы, которые во всех четырех квадратах, да. Скажем, если у вас очень... Вот здесь вот, здесь вот, ну, вот если вы отметите тюрьма, да, вот тюрьма вот здесь будет примерно, у вас нет ни благополучия, ни роста, да, такие школы и есть, и такие классы есть, но это они скорее напоминают тюрьму, где детям плохо, учителям плохо, и никто ничем и не учится, да, в принципе, мы знаем, да, я знаю такие школы, не знаю, знаете ли вы, так, и здесь, конечно, наша идеальная школа, где у нас есть чудесное благополучие, и дети очень успевают, стараются учиться там везде, и так далее, и так далее, да. Вот это вот идеальная школа. Идеальная школа здесь будет, да. Но, в принципе, вот эти два квадрата, они тоже могут быть. Скажем, у вас, у вас рост очень маленький, но всем хорошо, это вот ваша тусовка, про которого говорите. Ну, давайте ее назовем школа-клуб, да. То есть она какую-то роль выполняет, просто это не школа, да, это клуб, ничего плохого в клубах нет, правда же, так. И здесь вот это вот про то, что вы говорили, есть некоторые учебные заведения, в которых мотивация уже есть у детей, да. Скажем, там, военная академия, предположим, да. Они знают, зачем туда пришли. Есть некоторые элитные школы, в которых всем наплевать на отношения, им лишь бы получить вот такие оценки, поступить куда-то и так далее. Я не знаю, как ее назвать, по-английски ее называл дипломами, ну, не мельница, а фабрика по производству дипломов, да, скажем. В принципе, они есть. И это обычно частные школы, в которых есть выбор человека быть или не быть. И я должен сказать, что на самом деле, пусть никто не обижается, но частные школы, с точки зрения образовательной политики, педагогики, это простая задача. Это не сложная задача. Сложная задача, это обязательная школа, в которой у учеников нет выбора, они должны там быть. В них мотивировать детей учиться невозможно без отношений. Частные школы, в принципе, можно просто вышибить тех, кто не хочет. Пришел, значит, ты учишься и так далее. Мне этот на самом деле случай не очень интересен. То есть, может быть, такое. Но... Значит, и... Теория такая у меня, что развитие типичного образовательных отношений вот как-то вот так происходит. Что нельзя пройти другим каким-то путем. Что сначала... Это относится как к школе, так и к отдельному классу. Что сначала нужно создать какие-то отношения, потом они используются эти отношения для того, чтобы заставить детей расти, чтобы подвинуть их куда-то, чтобы к чему-то их привести. Понятна эта схема, да? Не такого понятия, как пирамида отключения, то есть типичный пирамид, где в основе лежат отношения, а потом можно только строить... Ну да, да, конечно, да. Совершенно верно, да. Не больше, что это там какая-то революционная история и так далее. Просто для того, чтобы измерять, нужно, конечно, вот как бы... И когда я первую советскую шкалу построил, у меня был такой и такой, в принципе, мне мой приятель-психометрик сказал, что ты приписываешь одинаковые очки этой и этой школе, если вы описываете математические разные совершенно вещи одними и теми же цифрами, то у вас нет измерительного струда. Поэтому он меня убедил. Нет, ты должен сделать одну прогрессию. И вот я когда это самое делал, что, значит, и я говорю, ну как, значит, можно сделать, писать какую-то нулевую стадию вот здесь вот, да, где ничего нет, да. Потом можно писать, что ваша шкала, не шкала, а измерение поле получше немного продвинулось, но еще ничего бы никакого нет. Потом у вас еще продвинулось отношение, у вас уже какая-то есть, какой-то есть рост, ну и так далее. То есть они не одновременно все происходят, а сначала вы строите отношения, потом вы должны использовать для роста. Если вы не используете, значит, вы тогда заработали деньги, которые вы никак не потратили. Или заработали капитал, который вы ни на что не тратите. Вот. В общем, такая простая схема, да? Да. Пойдет шкала для вас обязательно в познавательном учреждении? Ну, которая начинается с тюрьмы в этой области. Почему? Ну, смотрите, в практике, конечно, нет, но в принципе, когда ну, многие из вас учителя, когда вы заходите в первый класс, в первый раз видите своих детей в каком-то классе, да, у вас есть ситуация, когда они вам ничего не должны и вы им ничего не должны, у вас нет отношений, поэтому сразу начинается с того, чтобы просить их работать, это не работает, да. то есть в мире огромное разнообразие образовательных отношений, конечно, может быть, не так, скажем, если вы приходите в уже сложившуюся школу, то за ней у нее есть ореол какой-то, дети чего-то ожидают, у них уже что-то есть, вам уже есть на что обериться. Поэтому я не могу сказать, что все многообразие отношений сводится вот к этому простой схеме, но я думаю, что для обычной, типичной общеобразовательной школы последовательность именно такая. Сначала ничего, потом появляются отношения, потом они тянут за собой рост. Алина, у вас вопрос? Да. Почему так сказать, это ситуация, где мы начинаем, как чистые листа с тюрьмы? Ну, мы на самом деле не начинаем. Мы не начинаем. Мы не начинаем с тюрьмы. И формально отношения мы имеем. Ученик, учитель. Это уже ясно. Да. Ну вот, какое задержание, вот это другое. Это очень интересный вопрос. На самом деле, я вчера выступал Дэвидом, говорил, что мы все рушим, там, и так далее. Все, все разваливается. Дело в том, что в традиционной патриархальной школе, да, за учителем всегда стояла семья. Вы могли зайти, и если кто-то там себя ведет неправильно, мы знали, что за вами стоит там сообщество, церковь, семья и так далее. И люди многие думают, что это был прекрасный, золотой век образования. Это неправда. Все это кончилось давно, во многих странах кончается. Когда вы приходите в современную городскую школу с очень разнообразным населением, за ними может стоять семья может и не стоять, никакая семья. Семья может быть настроена положительно к школе, может быть отрицательно. А раз, у вас нет этого как бы общественной силы, на которую вы можете опереться. Поэтому, собственно, педагогика отношений становится такой важной. Когда мы, не знаю, сто лет назад 10% населения только заканчивало школу, не было этих всех проблем, не надо никаких отношений, вы просто выгоняли всех. Была за вами власть какая-то. Все это время кончилось, надо учить всех детей, независимо от того, хотят ли, не хотят ли они. И плакать по поводу того, что патриархальные какие-то отношения разрушились, уже поздно. Мы давно потеряли это все, и это никогда не вернется. Поэтому не надо, золотой век образования не существовал, никогда. Он был основан на жестокости, на насилии, на то, что детей выгоняли, и так далее, и так далее. Там не о чем плакать совершенно. Мы живем в новом мире, в котором для того, чтобы детей мотивировать, нужно с ними строить отношения. Все очень просто. Нет? Ну вот, да, в общем, вот такая вот, такая общая теория. Ну смотрите, вот тут я хочу, хочу сказать, что нужно метод, который я буду использовать, он называется виньет, виньет по-английски, не знаю, как сказать по-русски. Виньетка, это такое маленькая, очень короткая, ну как бы история или картинка словесная, да, виньет. Вы можете почитать, это такой довольно известный метод. Это не опрос, это как бы вариант опроса, но это не совсем опрос. В опросе вы просто задаете много вопросов и они там отвечают по шкале, знаете, согласен, не согласен и так далее. Вот, виньет, это когда вместо там двух десятков вопросов у вас там пять описаний коротких, предположим, иногда бывает шесть, иногда бывает три, и они создают такой целостный образ у человека, когда он его читает, он себе представляет это, и он выбирает просто ближе к этому или ближе к этому, вот к какому-то из этих описаний. Вот, вот этот Ларри Ладлоу, он, кстати, один из, из таких авторов, которому приятен, Ладлоу его зовут, вот и Ди, вы можете почитать его работы, где он обосновывает, почему они работают лучше, чем, чем традиционные опросы, но я хочу создать инструмент, который могут учителя использовать у себя в классе или директора школ у себя в школе, потому что, в принципе, уже есть измерительные инструменты, которые измеряют отношения. С 70-х годов есть classroom environment scale, ну и другие похожие, проблема с ними в том, что это, во-первых, очень долго, это нужно потратить два часа, это очень дорого, потому что специалист должен обрабатывать эти данные и учитель, конечно, не будет этим заниматься. Вот я хочу создать инструмент, который работает на практике, который можно прийти, быстро замерить, самому обработать и как бы иметь представление, где вы находитесь. Вот, и вы мне сегодня будете помогать. Замерить другого учителя или себя? Можно себе, можно на другом, так, конечно. Большая разница, да? Ну, сейчас смотрите, для того, чтобы вот это все сделать, нужно было сделать индикаторы какие-то, вам нужно, что вы ищете, да? И вот по благополучию, я думаю, что все сводится к двум вещам, что первое, это знание, что учителя знают более или менее своих учеников или что-то о них, и ученики знают что-то об учителе. это тоже основано на исследованиях. Сила отношений на самом деле зависит во многом от сходства, которое у нас есть. Есть такой, я не буду цитировать, были исследования, которые показывают, что если учитель просто приходит в класс и систематически находит общие точки, скажем, учитель говорит, у меня есть кошка, у кого еще есть кошки, да? Дети поднимают руки, у них есть кошки. Вот чем больше этих точек одинаковости или соприкосновения, тем легче и быстрее останавливаются отношения. Это очень примитивная вещь, но она работает, поверьте мне. Или, скажем, кто, там, не знаю, кто был в старом городе, в Таллине, дети поднимают руки, и я там была на прошлой неделе, да? То есть чем больше вот этих точек соприкосновения, тем лучше для отношений. И наоборот, в принципе, дети должны что-то знать об учителе, учитель знать что-то о детях. Значит, это знание. Знание, и как бы есть еще такое понятие care, которое плохо переводится на русский, и это переводится обычно как забота, но речь идет о том, что, ну, человеку не безразличие, да? Care это не безразличие. Антоним к care будет безразличие, а это вот не безразличие, да? Что на самом деле важно и интересно, да? И второе, очень важное, что вот эти вот отношения в классе, в школе, они не между двумя, не между учителем и учеником. есть еще, так сказать, не знаю, как сказать, коллектив или peer group, говорят по-английски, со сверстниками. Не может быть позитивных педагогических отношений, если сверстники друг друга унижают, ненавидят, если есть буллинг, и так далее, и так далее. То есть, это все вещи очень связанные. Поэтому, второй индикатор, очень важно, насколько безопасно себя чувствуют дети среди сверстников. Вот. Это вот, так сказать, два индикатора благополучия, если очень грубо. А индикаторы роста, он один, это использует ли учитель вот этот свой, как сказать, отношенческий капитал для того, чтобы дети учились, двигались куда-то. И там не только связано с академическим ростом, но и с самим, как бы, чтобы они были хорошими людьми. Это вот очень важно, что вот этот рост, он не только по, там, ты знаешь математику или не знаешь, а это относится с уважением к сверстникам, или ты там насильник, или ты хороший человек. Вот это вот нравственная шкала тоже туда входит. То есть, понятно, да? Ну вот. И, короче говоря, вот у меня получается две разных, два разных инструмента, один по поводу класса, один по поводу школы. Значит, мне от вас нужно очень просто. Вот, почитайте, и вы мне можете предложить, что еще нужно добавить, или что тут лишнее, и узнаете ли вы это описание из своей практики. Все очень просто. Да, я знаю таких людей, или нет, я таких людей не знаю. Может быть, учеников как-то, или как сейчас? Ну, я имею в виду вашей, может быть, из вашей жизни или из вашей профессиональной деятельности. И так, и так. Да, потому что не все преподают. Ну, давайте вот, да, я их тут назвал, давайте про нулевую стадию поговорим. Мисс Зима как-то плохо, да, по-русски звучит? Ну, не важно. Значит, она не помнит имен, ей важно, чтобы было тихо, ее никто не слушает, не уважает, шумно, небезопасно, и никто не учится. Знаем мы таких людей? Сполитичные педагоги у меня бывают такие случаи, в школе. Учение вестонского языка у нас терялось и выходило из себя как раз из-за этого. Очень часто. то есть вы знаете Мисс Зима, хотя он был мужчиной, да? Нет, она была женщиной. А, она была женщиной. Еще кто-нибудь знает, узнает этого человека? Себя узнает. А? Кто-то себя узнает. Да, когда я начинал, да, я тоже такой был, наверное. Да, я первый раз переступил в класс, ну, как сказать, порог класса как учитель в 83-м году, довольно давно уже. И я, конечно, не знал ничего. Вам не хочется того противоречия формулировки. Ей важно, чтобы было тихо, а на уроках шумно. Ну да, да. Ну я не знаю, вот вы мне скажите. Она хочет, чтобы было тихо? Да, да. может быть ее цель, ее единственная цель, чтобы было тихо. Ну как, ну статистично. Ну понятно, это очень важно. Надо связать эти два слова, да, она старается, но у нее не получат. Это отлично. Отлично, да, спасибо. Да, да, ну там по-английски тоже так. Там, но у нее ничего не получается. это отличное предложение, Но получается все наоборот, да. Чем не кейс, класс, тебе кайд. А мы с ним немножко по-другому. Олси кейс, да, ну да. Чем не кейс, ну да, ну вот это вот двусмысленное слово кейс по-английски, потому что кейс тебе кайд, это значит, что ей нужно, чтобы было тихо. В принципе. или как бы она об этом, она этим озабочена, да, кейс озабочена. Окей, отлично. Еще что-нибудь по поводу нулевой стадии мы можем добавить. Или всем понятно, кто этот человек и этот класс. Ну давайте попробуем. Дальше, это легко, кстати, нулевая стадия. Вот дальше попробуем. Значит, низкий уровень благополучия и довольно низкий рост. Но все-таки это не совсем дно. Да? Вот тут я не знаю, вот смотрите, он вроде неплохой, говорит ученик, да, то есть он каким-то оценивает его нравственное, что ли, качество или профессиональное. По поводу имени, есть такие учителя, которые не знают имени ученика? Конечно, да. Да? Слушайте, а вот опять у вас сначала идет такое абстрагирование произвование, а потом как бы зазвучало «Бог из ученика». То есть везде что неровно. То есть мы можем было бы сделать так, что везде будет голос ученика, что она не знает моего имени, она думает. От первого лица как бы. Наверное сделано, да? Наверное сделано, что в первом случае там ученик вообще нечет. Там ученик, только ее видит как объект. он тоже появляется и дальше и будет тоже один, где голос очень кажется. Ну а как думаете лучше сделать от имени моего опыта, потому что они не только свой опыт описывают. От того, от кого хотите получать ответы? От детей. Вы хотите от детей тогда должно быть в форме какого-то, как ребят. Но они не только о себе пишут, они и пишут об одноклассниках тоже. Допустим, не знает моего имени это одно, но если не знает моего и других имен, или большинства других имен. Они знают ни моего имени, ни имени моих одноклассников. Значит, вы думаете, все-таки от первого лица лучше будет, да? потому что это не очень перевод, потому что тут получается на английском в одно лучшее будет. He knows my name это. Так, по-английски первый пункт есть. мое имя и других. Да. Mine or most others. Это в первом лице тоже. Я так понимаю. Но мы уже про второй сейчас говорим, да? То есть он уже знает имя, уже выучил имена, знает меня по имени, а тут как оно написано, я что-то забыл уже. He knows my name a little about me. То есть знает меня и чуть-чуть обо мне, да? И старается как-то ладить с другими учениками, да? То есть он, вот этот вот респондент оценивает, что все-таки учитель старается, да? Ну, что вы думаете, достаточно этого для описания такой стаи первоначальной? Или есть какие-то еще идеи? здесь нет ничего о безопасности? Нет ничего о учебе? Нет, там есть последняя фраза не думай, что какая-то серьезная учеба происходит. учителя учителя старается серьезная учеба или он не старается? Ну, от него это не важно, главное, что дети не учатся, может, стараются. да, да, старается ладить, значит, учителя старается научить даже непонятно. Потому что про первую что, то есть нет. нужно написать, она старается все-таки учить, да? Ну, наверное, да. Потому что про первую она может быть ее устраивает просто дисциплину, чтобы было тихо. Это как раз первую учителя. Вторая она специально устроила такие хорошие отношения с учениками, все замечательно, уроки тихо и не важно, учатся они или не учатся, какой результат будет? Надо просто запросить больше точности, тогда просто на графике пометить эти точки и тогда будет понятен. Вот я не знаю, вот смотрите, шкала описывает какое бы правильное типичное развитие событий, С чего вы начинаете? пожалуйста. Вопрос, это, наверное, методически, почему надо сразу по двум школам работать? Здесь видно, что людям трудно. Эта школа не ответна. можно сделать обычный опрос, типичный, где есть несколько вопросов, скажем, два десятка вопросов. Некоторые из них будут по отношениям, а некоторые может быть, я, может быть, к этому вернусь, но пока мне этот опрос потом не создает целостного представления о классе, нельзя человек узнать его, когда здесь происходит процесс узнавания, холистик такой. по отношению, а другие по росту. Рост, но видите, тогда они не будут... основное образование по органической имени, и там есть такой роматографии, и если будете одновременно вести роматографию по одной, по другой, и тогда эти пятны представляют это для святельного по одной и потом по другому, и тогда будут точные точки, поэтому должна придет какой-то мышья. Ну, к сожалению, у нас не точная наука. Я еще раз говорю, я очень много думал над этим, может быть, сделать просто опрос. С опросами есть проблемы тоже. С опросами есть, я вам объясню, какие проблемы с опросами. Вы видели их все, пять этих самых, как называется, big five, пять характеристик личности, есть ммпи, ммпи, массачусет мальдивол, персонал, whatever, они массивные, да, там дело в том, что за каждым вопросом прячется такое смещение, оно называется social desirability bias. То есть на каждый вопрос вы отвечаете не только правду, но и то, что вы думаете от вас ждет ответа. Поэтому нужно заставить, и это проблема большая с опросами, и они очень плохо переводятся на другой язык, очень плохо, потому что значение, небольшое отклонение в значении слов, оно просто меняет контекст. Мы, кстати, знаете, есть такая PISA, PISA, ну, знаете, да, Эстония сейчас наверху, все гордятся, и так далее. Там в PISA есть еще опросник, там не только есть измерения, ну, учебные, но и опросник. Там мы, когда я был в России, работал, в 18-м, по-моему, году был последний опрос, и мы увидели, что наши российские учителя обгоняют всех в мире по самостоятельности, значит, мы знаем российских учителей, этого просто не может быть, ну, не может этого быть, вот, а японцы там очень-очень низко находятся, да, потом стали разговаривать с японцами и так далее, значит, когда российский учитель отвечает на вопросы, он хочет показать свою страну в хорошем свете, и он догадывается, что от него ждут, и он ставит вот то, что от него ждут, в японской культуре наоборот, если ты хочешь быть уважаемым человеком, ты всегда принижаешь свое достоинство, такой, знаете, такая самокритичность, вот, поэтому японцы, но мы знаем, что это не так, вот, это вот одна из типичных проблем с опросами, вот, они иногда работают, они иногда работают, если конкретный вопрос, всегда есть погрешность, защита, вот, Ларри говорит мне, что вот с этими винетами нет такой большой проблемы, да, то есть, в принципе, тут и так видно, чего человек хочет, ведь, тут же видно из шкалы, что я хочу, самое лучшее для меня, это пятое, это очевидно, но их просят, как бы, оценить психологически приближенность, вот, к этим сценариям, да, ближе к этому, или ближе к этому, или ближе к этому, или, вот, поэтому я надеюсь, что это вот мне позволит решить проблему, но еще раз говорю, гарантий тут нет никаких, мы с вами можем потерять полтора часа времени, и ни к чему не, потом ничего не получится, я, кстати, когда буду пилотировать, я пришлю, может быть, кто-то захочет помочь пилотировать, ну, давайте все-таки вернемся к весне, да, узнаете вы этого человека, или нет, есть такие, видели вы такие уроки, такие, такие классы, где вот, или это не очень понятно, кто это такой, старается учить, ну, хорошо, давайте, может быть, тогда о среднем поговорим, да, кто он у меня, он у меня миссис, мисс Лето, значит, смотрите, она в середине пути уже, дети знают, что она заботится о них, да, что она как-то все-таки болеет душой, она хочет, чтобы мы чувствовали себя раскованной в безопасности, но она вот как, вот в этом, вот в этой тусовке, она еще пока не научилась, или она, ну, еще, может быть, ей рано использовать это для того, чтобы, у нее еще нет таких сил, чтобы попросить детей преодолевать себя, учиться, работать, и так далее, и здесь вступает, видите, вот это отношение с вершниками, если у них есть конфликт, то она его замалчивает, ей важно, чтобы было всем хорошо, то есть она, их не толкает быть, как бы, ну, такими хорошими людьми еще. А тут ничего как-то не сказано про аспект РОН, потому что как она об учебе заботится, или нет? Она никого не подталкивает, эта учеба, да, но вы правы, что там мы спрашивали о результатах, а здесь мы спрашиваем о ее намерениях, да, это вот очень важно, да, может быть, надо как-то развести намерения и результаты. Ну, видите, вы, может быть, теряете время, но я получаю очень важное, потому что, мне не с кем поговорить, у меня есть аспирантка, которая со мной работает, но она, она не работала учителем долго, у нее нет такого, а Лерри тоже никогда не был учителем, он понимает математику, вот за этими инструментами, но он не понимает, отлично, да, спасибо, да, значит, нужно сказать, что, и здесь нужно про учебу добавить, что-то, результаты какие-то, есть еще какие-то советы по поводу мисс Летта? Есть коменты, почему-то у таких учителей, учителей, которые стараются все складывать, и их наверовать, больше всего буллинга в классах, больше всего буллинга в классах, ага, и, ну, это конкретная школа, это была моя дочь, очень тут знаменитая, и очень, как бы, обласканная школа, в которую трудно попасть, в которую все любят, частично эта школа была, как бы, ну, взяла что-то от той школы, и там была пара детей со спектром аутизма, и, ну, как бы, учитель провалился в том, чтобы пообщаться с детьми, насчет этого, в результате начался буллинг против этих девочек, ну, и вообще, то есть конфликты были потрясающие, какое-то время именно из-за игнорирующего конфликта, вот это очень, спасибо, да, я тут просто написал, кто-то вступает в конфликт, но, может быть, надо точнее сказать, потому что в детской среде, в детской среде... Дело в том, что она решила, к этому оппозицию, не, как сказать, может быть, ей казалось, чтобы не увеличить какие-то проблемы, да, то есть, да, сгладить, сгладить, или она не могла справиться с этими, а иногда нужно действительно обратить внимание на какую-то проблему, и действительно туда дарить. Совершенно верно. Ну, смотрите, мы не делаем различий между не умеет, или у человека нет еще такого, есть такое понятие отношенческий капитал, вы можете спросить у детей что-то, когда они, когда у вас есть что-то, что им дать, не обязательно материальное, да, когда они хотят быть с вами, это отношенческий капитал, да, вы его можете, вы не можете его потратить, если у вас его нет, а буллинг это очень серьезная проблема, чтобы дети вас слушали не только по поводу предмета, но и по поводу отношений со сверстником, вам нужно быть богатым человеком, да, они должны быть навязаны как-то, понимаете, они должны дорожить отношениям с вами больше, чем инстинктом там преследовать каких-то своих одноклассников, вот поэтому, или то, или другое, или она не знает, как или у нее просто нет сил вмешаться, спасибо, да, это очень хорошее, ну вот, ну давайте попробуем по поводу, по поводу вот осень, да, он популярный, он, его слушают, он сам, в принципе, слушает учеников, он особенно любит тех, кто у него хорошо учится, да, остальных, значит, мы подразумеваем, что остальных ему, в принципе, не очень важно, да, остальные тоже приходят, как бы, но им интересно там, просто послушать его, вот, знаете мы такого человека, а вот это написано, остальные приходят на развлечение, это развлечение связано с предметом, или это свое, ну он, он интересно рассказывает, видимо и предметы, какие-то байки рассказывает, то есть в принципе там у него, как-то весело на уроке, интересно, но он не интересуется всеми, его проблем, у него, да, у него вот те, кто там, ну знаете, я историк был, это там история интересуется, значит, я на тебя обращаю внимание, остальные, в принципе, не важны, вот, и он иногда вмешивается, вот в эти конфликты, но иногда нет, да, то есть он не особо, как бы в среде, в детской, узнаете, мистер осень? Наверное, зависит само, с кем происходит конфликт, если любимчик, он будет вмешиваться, а если нет, тогда он будет делать, что, да, да, это вот важное добавление, да, он на них, обращайте внимание, зачем на них, да, 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 отлично, спасибо, да, я, это будет более узнаваемое, конечно, ну вот, ну и последняя стадия, да, да, пожалуйста, вмешиваться в конфликте тоже, наверное, не всегда разумно, да, то есть если конфликт какой-то маленький, то хорошо, чтобы как-то, может быть, дети, ясно, как-то года сами разобрались, может быть, человек наблюдает, но не вмешивается. Ну, это, это вы правы, конечно, да, не надо в каждую детскую ссору вмешиваться, но, может быть, надо все-таки завязывать на буллингах, да, это серьезный, у нас сейчас, например, есть в Эстонии такая программа, школы без, где же, что она села, по-культу, школы без, без насилия, без насилия, как по-русски, без насилия, без травли, без травли, буллинг, да, примерно, это уже. Да, например, говорят, определенные шаги есть, как-то, учитель должен себя вести в определенной ситуации, если на уроке возникает конфликт, нужно после урока, если конфликт действительно несущественный, нужно, чтобы учитель просто, их слезы сказал, что у вас, вы можете надежно сами разобраться, то есть, учитель должен создать такую ситуацию, чтобы помочь, ну, во-первых, это возраст, если это десятый класс, то, может быть, в небольшом конфликте будет группа, если будет учитель мешать, в зависимости от возраста, но роль учителя, чтобы учитель создал такую ситуацию, чтобы дети могли, где можно, сами не пройти. Мы сейчас говорим о конфликте на уроке, правильно? Да, говорим на уроке, да. Ну, как тут, что? Если это окружающим мешает, нужно как же. Да, то есть, нужно его просто во время урока обычно делает, то есть, опять же, вы возьмете шаги и рассмотре, то ему нужно погасить и сказать, что мы разберемся об этом на перемене, и тогда продолжается урок, а на перемене уже разбираются конкретно по ситуации. вот, вы знаете, я был учителем, есть воспоминания, которых мне стыдно, да, вот я вам расскажу это, скажем, ребенок пнул другого под столом ногой, они никому не мешают, урок от этого никак нет, а я промолчал, да, потому что мне же нужно было, да, вот я чего не хочу, вот мне как, я не знаю, а дальше эта ситуация, может быть, можно промолчать, но потом вмешаться, правильно, правильно выговорить, да, 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 может быть, не стоит всегда, потому что, когда забираем время от урока, и тогда страдают дети, которые готовы к учению, и правильнее поступать к ситуации после урока, разговаривать с собой. Ну да, 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 но нет, вы правы, конечно, это очень хорошее, спасибо, да, не любой конфликт, а как-то нужно его описать, что-то в каких-то моральных терминах, или в каких-то, может быть, просто травли и буллинг нужно указывать, да, чтобы было ясно. Ну вот, и мой идеал, мисс Год, у меня времена года кончились, поэтому она, месье, да, она, значит, да, значит, да, давайте, помогите мне с идеалом, идеал очень важный, там растянуть можно шкалу всегда, значит, она не только знает, она принимает всех, такими, какие они есть, извините, тут по-русски не совсем правильно, такими, какие они есть, она знает довольно много, и мы тоже много о ней знаем, все более или менее ладят друг с другом, у нас есть инсайдерские шутки, да, я не знаю, как сказать, не, inside jokes, да, да, ну, знаете о чем, да, то есть, когда у вас есть общая история, да, то вы, то вы, шутки, или вы вспоминаете что-то, что у вас было в общей истории в классе, да, помните, трубу прорвало, да, в общем, что-то такое, да, и общее воспоминание. на русском все-таки это звучит, если на русском, то это когда конфиденциальная информация, то это значит, это не совсем. Нет, нет, все нормально. Инсайдерские. А сколько? Детали и граммитальные, а это все-таки их только. Только они понимают, это шутка, которую никто не поймет, да, знаете, за пределами нашего класса никто не поймет, о чем речь идет, Внутренние. Внутренние, да, может быть внутренние, да, да, извините, я переводил очень быстро. Общие шутки. Общие, да, общие, да. Для своих, общие шутки. Общие, да, для своих, шутки для своих. Ну вот, да, да, значит, она, и тут я решился на полную, полностью открыть свои карты. Она использует свои отличные отношения, чтобы добиться серьезного значения, чтобы ничего не скрывать. Дети понимали, о чем они говорят. И последнее, что это не только о учебе, но и о том, чтобы мы будем в порядке. Тогда исправьте, не мисс Киар, а мисс Год. Год, да, да, правильно. Ну что еще? Узнаете мисс Киар? Есть такие люди? Я прекрасно узнаю, как это была учительница моей дочки, но далеко со 39 земель. Это была южняшная школа, но только Ройки, и у меня было абсолютное удивление, что эта учительница наиболее подвергалась критике со стороны родителей, и американских. Это было удивительно. У нее была очень христианская основа, потому что она никогда не говорила, не критиковала детей. У нее была очень четкая критика действия, и это разделение было очень строгое. И она получила, у меня там нахулиганила молоточка. Она вызвала меня, провела основную работу, что ругать бесполезно, но серьезно был простой. И что это могут быть такие-таки-таки-таки-то основы для ее поведения. Но она была удивительная. И наиболее жесткая критика была, это даже не ее. Это была для меня загадка. А какое было основание критики? За что ее критиковали? Тю академик. Тю академик? Да, в первом классе. При том, что она работала на разных уровнях. Это была работа на износ. И она научила писать в один лист сочинения конца первого класса, и тех, у кого была дислексия, и тех, у кого было нарушение координации. И в общем-то совершенно разных детей. Для меня она была идеал вообще учительности. Критику я в отношении ее все время слушаю. Вы видите, тут проблема у нас в измерении, потому что плохие учителя все более-менее одинаковые. Хорошие очень разные. Можно еще, Петербург? Мне кажется, показалось в одной фразе, что ваша миссис Котт одна манипулятор. Она использует за отличные отношения, чтобы отопить и серьезную задачу. Может быть, чтобы не выдавать ее как манипулятор, может быть, отличное отношение с учениками помогает ей, а серьезно работает в учебе. Не используют, а помогают. Да, и тогда она может затеяться. Не особо на манипуляторе. Не особо на манипуляторе. Не особо на манипуляторе. Ну, помогают. Ага. То есть, ее хорошие отношения с учениками способствуют в учебе. Ну, я-то думаю, если честно, что хорош в учителях все манипуляторы. То они манипулируют. Они специально это делают. Они знают, что я могу, я тут с тобой. То есть, как вы понимаете, наши отношения с детьми, они ведь не совсем искренние всегда. Они искренние. Я тебе еще хотел бы сказать, если мы возьмем, например, учение Корниги, где мы должны улыбаться, чтобы добиться чего-то. Либо мы хотим просто общаться хорошо, и через это хорошо у нас тогда что-то другое. Мне кажется, что мы ставим? Мы ставим цель или мы ставим путь в основе вообще наших отношений, в основе того, что я делаю шкода. И тогда меняется вот этот манипулятор. Я иду, и я просто... Ну, это такой длинный философский разговор. Но вы правы. Может быть, нужно когда снизить вот этот вот... Другое просто слово использовать. Это довольно легко проверяется, манипулятор или нет. Если закончить у нас периоды на четверть или годы. Вот я закончила работать с этим классом, с этой группой, и все, я забыла, кто есть кто, кто зачем, кто почему. Я их не помню, имен не помню. Да, я тоже на следующей неделе забываю все. А если действительно были отношения, ты их очень долго помнишь. Ты их узнаешь. То есть, при этом вас помнят. Вы забыли, а они вас помнят. И тогда, да, и они... А вы их забыли. Вдруг подходит какой-то мужчина, иначе, вы помните, вы у вас там тот-то... И ты, да, вспоминаешь, да? Нет, а если вы забыли... Ну, давай... У вас был вопрос тоже, да? А здесь и читать этот код. Огромное, что чтобы были приотечными людьми, как будто раньше, это неважно. Ну, там есть какие-то фразы. Вот, допустим, смотрите, осень, он иногда людей ставит на место тех, кто агрессивен. Это описание того же феномена. То есть человек не только об академическом успехе, заботится, но и о... Ну, да, там это очень мало. Там было мало, конечно, да. И какой-то, если отлучить решать эти конфликты, это тоже для роста? Для роста, конечно, да. Для личностного роста. Ну, то есть вы хотите сказать, что надо добавить в остальные... Ну, я не знаю, это... Я точно не знаю, какова ваша теория, просто что видно, что только здесь появляется, как говорится, что... Если у вас там вот какой-то, я не знаю, прочерченный скосок, да, из этой зоны в эту... Вот так, да, вы хотите, чтобы было вот так, но тогда это же сознательно сделано, что там этого нет сознательно. Внизу там, где... Еще пока этого нет, да, да. И какой-то, значит, все начинается с самого начала, когда мы начнем работать. И первый вопрос, когда... Как создать доверие между нами? Это тоже здесь просто. Вот это... Это все там начинается. Это не только я делаю, как учителя, и ученик тоже делаю. Для себя, для других, для учителя. А это все начинается. Вот это тоже здесь. Ну да, видите, здесь тоже описывается ее, и что ей важно, это намерение. А там, а в остальных, она не описывается, те же намерения от противного, от негативного, да. Вмешиваются в конфликт, не вмешиваются в конфликт. Позволяет, больно не позволяет, а здесь уже сразу порядочные люди. То есть большой скачок у нас получается между... Это важно. Да, там должна быть растяжка какая-то. Да, спасибо, это интересно. Большой скачок. Отлично, отлично. Еще есть какие-то... Ну, значит, смотрите, еще раз говорю, мы никогда не договоримся, как выглядит этот хороший учитель. Поэтому вот эти описания должны быть немного абстрактными, чтобы они подходили к большому количеству людей. Я знал людей, которые орут, но они как-то так по-доброму орут, что, в принципе, все. Видели таких людей, да? Дайте какие картинки разных на последнего тогда? Три разных. Три разных картинки для нас. Я могу десять дать. Есть люди, которые тихие, сидят что-то там, их страшно любят дети, у них все учатся. Есть люди, которые там все харизматичны из себя. Есть проблема, люди, с отношениями есть проблема. Они могут далеко зайти. И они часто заходят. Давайте признаемся себе, что есть люди, которые создают вокруг себя культ поклонников, вместо учеников. Есть люди, которые используют эти отношения в нехороших целях, чтобы насолить соседям и так далее. Есть люди, которые создают личный культ. Но наши сильные стороны, это продолжение наших целях. Вспомнишь, что на русском языке очень хорошо, что настоятель. Настоятель? Наставник? Настоятель. Настоятель это имеется в виду в монастыре? Да, но это слово, как сам, стоит на сто. То есть, на сто процентов на месяц. Но учить-то тоже должно быть сто процентов на месяц. Ну, как бы вы написали? Это как пример, чтобы понять именно, что если сто процентов на месяц, это это нормальное отношение к классу. Все остальное. Если у меня на 90-е 10, например, первый, наверное, первый пример здесь. Может, что-то вообще на 10. Присутствие. Но тогда проблемы появляются. Ну, в принципе, да. Можно, в принципе, сделать последнюю виньетку и сказать, насколько вы близко к ней. Там, понимаете, это можно сделать, но что имеется в виду под низкими процентами, мы никогда не будем знать. Это были все это шуберки. Нужно, чтобы было описание вот этого плохого тоже. Чтобы, когда вы делали растяжку, у вас были какие-то визуальные знаки, где вы могли себя найти в этом самом. Знаете, можно я подержу тоже вот эту реприку? Немножко, наверное, другая тема, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Но вот, наверное, по своей работе я это чувствую очень сильно, что вот это стопроцентное нахождение в группе, то есть в умо, да, в отношении к детям, к предмету, оно как будто бы решает все проблемы. Но я добавлю, ну, все-таки здесь, в этой школе, да, с молитвой внутри. Если это есть, но все время забываешь, да, молитвы все время забываешь, и о внимании забываешь. Даже, ну, я не знаю, у меня старшеклассники, я сажусь на компьютер, там что-то делаю, я думаю, ну, они же пока решают, там все равно о чем-то думают. Но на самом деле это уже выбивает сильно. Ну, да, есть такое, в английском есть такое хорошее слово presence, и в некоторых контекстах оно означает, что ты весь там, you present. По-русски так нельзя сказать, что он присутствует, но говорят на сто процентов присутствует, да. Хотя, конечно, слово настоятель, сто там от слова стоять, stand, наставник, да. Но это интересно, может быть, как вы считаете? Я использую, вот, то, что Сака сказал, это используется как термин такой, моё присутствие, насколько я могу, да, да? Presence, да, добавить, может быть, как-то во все описания? Присутствует, и в том, что вы делаете. Оно такое очень духовное понятие, присутствовать, оно такое, это не знаю. Ну, только духовное, потому что, если ты как-то, ну, разношно относишься, ты именно присутствуешь. Ага, ага. То есть ты, как бы, думаешь, там, в таком что-то? Видите, зима, она тоже неравнодушна, ей важно, чтобы тихо было. Она неравнодушна. Она функциональна, она и личности нет в этом. Вот, да, ну, вот можно ли это как-то измерить? Что это значит? Вот мы в сказочные какие-то миры выходим. Можно я добавлю? А? Можно я добавлю? Давайте. Личностных отношений и так далее. Дело в том, что учитель – это профессия. И нас учит, как общаться с детьми. И если, допустим, первая, вторая, третья, ну, вот эти вот, скажем, да, примеры, то не соответствуют чему-то, как мы будем говорить, профессионализме. Если я в своих целях буду использовать отношения с учениками, вступает мое личностное. Естественно, вот 24 часа все время с нашими учениками. Это понятно. Но мы должны все время помнить о том, что мы учителя. Они просто пришли, тетя там с улицы, или еще. Нет, ну, серьезно. То есть, может быть, я не права, но все-таки должно быть какое-то разделение. Мы не требуем от врача, допустим, он тоже профессионал, мы не требуем каких-то личностных отношений. Правильно? Педагог имеет дело с душой ученикам. Все ясно. Но есть какие-то рамки, границы, которые мы переступать не должны. Даже не то, что не обязаны. Мы не должны. Это... Совершенно с вами... Это тот же вот феномен, который пытаюсь описать. Понимаете, вы не можете быть там богом для... Вы не можете быть всем для ребенка. Вы уже переступили какую-то шкалу. Вы там не для этого. Не для того, чтобы... Конечно, иногда ученики превращаются в друзей, когда уже они все закончат. Тогда это бывает. Иногда люди женятся на своих студентках. Это тоже бывает. Но пока ты в этой роли, вы не можете переступать этих никаких. Я много знал людей, которые вот... Они настолько были погружены в отношения, что им... Что они забывали обо всем остальном. Это, конечно, распад профессионального... Профессиональный... Я не знаю, как вот это описать. Вот я пытался, я думаю, что она использует отношения для учебы. То есть это вот рамка. Ну, в принципе... Вы знаете, сейчас по России ходит вот это вот... про летнюю экологическую школу. Читали, да? Да, я только и вот сижу и думаю. Да, вот про этот. Вот понимаете, это люди, которые потеряли облик педагогический. Ну, я хочу сказать, это общество, в котором он очень большой инвестиционной страницей вообще. Конечно, да. И общество определяет во многом, как недороге профессионально пригодное. В Эстонии огромная разница между эстонскими школами и русскоязычными школами. Огромная. То есть там водораздел между одним и другим. Но исторически сейчас немножко это уже распряжение. Ну, да. Да, и распряжение. Я могу сказать точно, потому что я работала буквально полгода назад. Закончила работать в музыкальной школе Тальна Мудико Кейско. Ага. Ну, вот я работала там 13 лет. Это эстонская школа, преподавание. Совершенно. Тальна Мудико Кейско. На Нормомонте? А на теперь МУПА. На Нормомонте это в основе все принципы русской школы были там самочные. Там сейчас могут работать кто угодно. Закладывалась на так русскоязычную школу. Тальна Мудико Кейско. Кейско. Которая была на Хиево. На Хиево. Нет, на Хиево. Нет, на Хиево. 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 А, Хиево. Дальше. Это было на Никаке и русские абсолютно. Абсолютно там. И директором, и сейчас он есть, ну, у вас директор, может быть, знаете, Тимон Тейлер, известный и композитор, и он получал государственные премии за то, что он написал музыку к опере, к балету. И хочу сказать, что на самом деле есть разница, но не все школы русские такие. Вот я, к счастью, нашла опять-таки по поводу частной школы, нашла частную школу, русскоязычную, в которой атмосфера такая же, как в школе. Ну, давайте, я, честно говоря, вот эту все теорию менталитетов не очень верю, на самом деле нет никаких доказательств, что они существуют, это вообще такая псевдо-сайенс. А это не про теорию менталитетов, про историю сообществ? Ну, в чем я точно согласен, что вот это вот понятие о пределах и барьерах, оно, конечно, культурно-специфично, да. И Дэвид про это говорил вчера, если вы были, что там, ну, в Латинской Америке, если вы были, люди первый раз знакомятся, они целуют друг друга в щеку, да, ну, так вот, да. Или там они комплименты делают на улице и так далее, и так далее. Совершенно другое, с Северной Европой это не имеет никакого отношения. И в России, кстати, тоже северные люди, южные люди по-разному очень себя ведут. Если вы из Краснодара, то вы с соседями целуетесь, вы разговариваете, вы общаетесь. Если вы из Петербурга, то это может быть совершенно другая история культурная. Вот, поэтому мы, когда создаем инструменты, мы хотим, чтобы они были, ну, они не могут быть слишком точными, потому что тогда вы узнаете культуру, а не концепт, который мы хотим там измерить. Вот я хочу, чтобы вот эта вот мисс Год, она была понятна на всех, как бы на всех языках с разными людьми. Ну что, попробую, может быть, вот быстро пройти. У меня вторая шкала, значит, я, кстати, не знаю, нужно ли это или нет, но теория такая, что есть все-таки какое-то отношение на уровне всей школы, да. Есть культура отдельного класса, есть культура педагогической всей школы. И я, честно говоря, не очень уверен, работает или нет, давайте вот дайте мне, пожалуйста, такой фидбэк. Работает, не работает. Значит, фиолетовая, да. Я здесь использую в основном американские понятия, вот эти тусовки и группировки внутри тусовок. Это не универсальный, конечно, совершенно. Ну, говорят, что она конфликтная, что много групп, они жестокие по отношению к детям, которые выделяются. И во многом случае к отличникам тоже, то, что они выделяются. Там небезопасно и нет никакой учёбы. Есть такие школы? Знаете вы такие школы? По американским фильмам. По американским фильмам, да. Есть такие школы в Эстонии? Нет, наверное. Ну, что-то можно узнать. Какие-то есть. Даже в Власте бывает такое, у нас бывало такое, что разделяются люди на группировку. То есть одна группа, просто другая группа. И мальчики и девочки разделены тоже так. Девочки сами по себе и мальчики могут разделиться. Да, есть такое. У меня будут. Они разделены ли они в конфликте? В конфликте, в отношениях. И это не то, что они разделены. Они там в одном классе, но... Ну, в каком-то возрасте, знаете, ранне-подростковом, они, в принципе, раздельны физически. Они там стараются, не общаться потом это всё. Но это возрастной, это не конфликт. Это просто другой способ флирзовать друг с другом через другие. Вот, кстати, я очень долго думал о том, для какого возраста это подойдёт. И по моим первоначальным замыслам это было где-то с пятого класса до одиннадцатого или двенадцатого. Потому что, в принципе, это можно разбить на две. Но тогда много сложностей создаёт чисто логистических. Вот как вы думаете, будет такой язык понятен детям с пятого по... У вас двенадцать классов есть, да? С пятого по двенадцатый класс. Да, будет. Понятно. Ниже можно опускаться? Третий класс, скажем. Я уверена, что можно, потому что я знаю, что здесь в основании детский сад, где особое внимание на интегрирование необычных детей, ну, там, приехавших, там, из Латинской Америки, или младший есть мальчик. И там просто детский сад работает над тем, чтобы остальные дети принимали тех детей, которые отличаются. И это удивительно, что у них так успешно. Ну, это можно... Ну, в смысле, в старшей группе, там, пять, шесть. Это тогда опросник можно проводить для педагогов. Потому что дети-то читать не могут ещё. Они, конечно, не смогут. Но как низко можно это опустить, я не знаю, на самом деле. Пятый класс, наверное, как раз. А? Пятый класс. Пятый класс, да. Я тоже думал, что четвероклассники уже не очень будут понимать. Пятый класс, дело в том, что у нас в школе, скажем, основа оценивания строится на обратной связи учеников, которые даются. Раньше мы три раза делали, сейчас мы это сделали два раза. И ученики, начиная с первого класса, по десятый, десятый учеников, будем, дают обратную связь, учитель, потом дает обратную связь. И всё-таки в первый, второй, третий класс, там строятся определённые классы, которые, например, ученик заканчивает, и ещё там, даётся подставка. Да-да, я, конечно, я об этом и спрашиваю. Ну, должна быть какая-то предложена схема, которая, например, на своём заканчиваем, или ещё по самостоятельному каким-то поцениваниям. Нет, понятно, конечно, нет, они понимают концепцию отношений, они просто язык вот этот, я думаю, что они не очень поймут, в третьем классе, может быть, с пятого по двенадцатый, да, спасибо. Они могут понять буквально, синяя шкафа, он синим нарисует. Да, 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 чисто конкретно, да. Была такая обратная связь, девочка взяла этот список, что там, 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 взяла цветные карандаши, и мне вот это всё подчеркнуло, и я потом думала, что здесь требуется абстрактное нашление, а он не пишет. Конечно, конечно, ну, спасибо, да, я, да, вы, подтвердили мою теорию, что где-то с пятого класса можно давать. Для младших, если мы когда-то дойдём до этого, надо будет другую совсем шкалу создавать. Ну вот смотрите, может быть, давайте, у нас времени мало, давайте идеальную школу опять почитаем, она у меня красная получилась почему-то. Ну, неважно, да, red, да. Смотрите, вот эти вот индикаторы могут перемешиваться в описании, они не обязательно должны быть в одном и том же порядке. Здесь мы начинаем отношения со сверстниками, стараются хорошо обращаться друг с другом. У нас много совместных проектов, значит, они что-то делают. Хотя в разных школах это может быть разные вещи. Думаю, у нас нет буллинга. И никто не одинок. Это всё peer relation, отношения со сверстниками. Для меня очень важно, что, мне кажется, хорошая школа, это где есть понятие инклюзивности, где они терпимо хотя бы относятся к людьми, к детям, которые, ну, даже к фрикам. Я не знаю, фрик звучит по-русски или нет, нормально фрик, да? Ну, фрик, чёрные эти самые, ногти, там, гатик, это самое, да. Фрик, кольцо в носу, ну, нет у вас в Эстонии таких, нет? Нет, не журналы, есть они у вас такие. Я вчера видел мальчика из этой школы, у которого были чёрные ногти, у него больше, думаю, я... Ну, молодец использует этот фрик, да, это слэнг такой, да. Да, использует активно. Ну, вот, видите, здесь в основном об отношениях, да? Вот только последняя фраза, в принципе, последние два предложения связаны с академическим. Они уважают отличников, да, по-другому как-то сказать, но... Или там они гордятся тем, кто там из них лучше все учится, потому что это показывает ориентацию, что в школе есть всё-таки на успех, на академический. И у них хорошая репутация. Что это значит, обычно это связано, ну, там, поступает, не поступает, есть ничего, или нет. Вот помогите мне, вот, что ещё, что должно быть? Вот, мне кажется, первая часть длинноватая, можно было сократить на одном предложении, ну, это как вторая, как коротковатая. А здесь вы намерены уже, мы, постоянно мы говорите, да, потому что это и есть идеал, когда ребёнок говорит это не о себе, а именно как от лица коллектива. Нет, было не намеренно, я просто не знал, не знал, как сказать. Мне кажется, здесь вполне умеетно, потому что мы говорим о школе. В школе, да, да. Ну, вот смотрите, есть... В литературе есть очень много концепций, которые описывают. Есть культура школы, есть образовательные системы, есть портреты школы, то есть, в принципе, этот феномен как-то описан, что есть определённая культура школы. Он описан, но не очень точно измеряем, нет никаких инструментов, которые... Я вообще не уверен по поводу второй части, всей. Есть класс, а есть школа, да. Наверное, я не педагог, но вот есть, всё-таки, в школе коллектив, получили именно педагогов, да, и их отношения во многое, может быть, строить то, что, собственно, в школе себя представляет. И если они верят в что-то, ценят что-то, от этого зависит. Может быть, во многое. От людей, вы же говорите, что именно отношения, да, важные дела, это такие, между людьми, отношения они не верят, потому что я люблю или ненавижу, как это цифрами отмерят, это не точно. Нет, да, есть такое, вы совершенно правы, есть такое, как же его звали, волна, они называли... Не волна, а когда вы... Ну, короче говоря, если педагоги демонстрируют тип отношений, он распространяется на детей, да, и в некоторых хороших таких коллективах они специально это делают, они знают, что нужно это делать, нужно демонстрировать модели какие-то. Да, 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 вот недавно еще на протоке, я уже с Фомарой говорил, что хорошая модель как педагоги или воспитания в семье, это быть тем, кто... ну, хороший пример, то есть быть этой модели для резонка. Как бы ролевая модель коллективная, да, да, это очень хорошее, да, спасибо, я добавлю. Ну, смотрите, у нас осталось 8 минут, да, огромное спасибо за фидбэк, я все-все-все записал. Если у вас какие-то придут идеи, то, пожалуйста, мне пришлите. У вас есть ко мне какие-то вопросы по поводу теории, по поводу измерения, комментарий общих? Да, прекрасный вопрос. Значит, смотрите, для кого это, да. Значит, смотрите, если вы в Америке покупаете дом, то вам риэлтор приносит распечатку о местной школе, какой у них по математике тесты, какие у них по английскому, по наукам и так далее. Я хочу, чтобы при этом они еще им давали вторую распечатку, где было написано, в этой школе отношения на уровне 5. И тогда вы можете выбрать, мне важно оценки по математике, или мне важно, чтобы мой ребенок был в школе, где он счастлив, и где он все-таки двигается куда-то. Вот в чем. Это вторая параллельная шкала измерения эффективности работы школы. Вот что я хочу добиться. И понимаете, не всем важны оценки, а важно, чтобы вот было это. И я думаю, что на самом деле многим родителям будет важна шкала отношений больше, чем. У меня такая спонтанная мысль, я думаю, в такой шкале, что может быть как-то разделять это по уровням общений, то есть, скажем, дети с детьми, дети с учителями, учителя с учителями, учителя с директором, и потом как-то это все взвешивается. Может быть, но дело в том, что я не думаю, что могут быть в школах, где блестящее отношение между учителями, но поганное между детьми, понимаете. Я думаю, что все-таки этот более целостный процесс, он зависит друг от друга. И потом, если у вас прекрасные отношения между учителями и плохо в школе, вы чем-то не тем занимаетесь. Опять же, у вас тусовка, у вас клуб, у вас не школа. Вот в чем можно. Если они не работают для детей, то они не имеют смысла. Мы на риэлторах работаем. На риэлторах, да. Ну, понимаете, понимаете, вот эти все аккаунтабилити, да, или как это называется, подотчетность культуры, у вас тоже, наверное, есть. У вас же есть по школам результаты какие-то тестовые, да? Не публикуют в Эстонии? Публикуют в газетах. По каждой школе, да. Пока публикуют, но стараются все лучше этим заниматься, чтобы не было этих рейтингов. Да, да. Рейтинги, конечно, ну, в России страшно любят рейтинги. Это абсолютно безнравственная, неэтичная подход к образованию, да. И когда там работал, и как бы они все это понимают. В Москве 100 лучших школ, да. Это совершенно абсурдная измерительная шкала. А это зависит от того, кого вы набрали. Если вы хотите успеха, вы набрали. Мы все это понимаем, но народ не понимает. О, у них там такие рейтинги, значит, мы туда пойдем. И самое безнравственное, что в Москве дают больше денег этим школам, которым и так все хорошо. У нас та же самая система. У нас, например, какие-то школы, которые проводят тесты. По-моему, сейчас все школы проводят тесты. И потом они отбирают самых способных детей. Да, 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 конечно. Ну, я знаю. Ну, вы понимаете, вот еще раз говорю, если у вас есть отбор в школу, то мне это, ну, как бы я не против этого, но для меня это неинтересная задача. Это простая очень. У нас есть отбор в школу, но у нас они проходят по тестам познания. А как вы выбираете? У нас нужно, чтобы не было конфликта между теми ценностями, которые... А, по ценностям. И ценностям, которые... Ну, понимаете, я... Это основное. Мы сидим в частной школе, да, где есть, конечно, отбор, там сам отбор, где дети приходят. Это прекрасная школа. У меня дети учились в частных школах оба, да. Но мне, как профессионалу, в ней нет загадки. В общей образовательной школе есть загадка. Понимаете? Здесь есть... Вот, скажем, вот это вот правило, как не переходить границы, да. В религиозной школе говорят, что во всем должен быть Бог присутствовать, да. А это и есть описание вот этих границ, в принципе. Да. Вы не можете этого сказать. В такой, как называется, всякий лорель, обычной государственной школе. Просто язык неупотребим, да. И вам нужны какие-то другие механизмы. Вот. В школах с отбором нет никакой загадки. Я знаю, почему они успешны. Потому что они отбирают детей, и дети приходят, потому что они хотят здесь быть. Это решение нераспространимо на остальных. Когда-то мы думали, что можно делать там всякие ваучеры и так далее, что родители будут выбирать школы и так далее, и так далее. Это ничего не сработало, мы уже точно знаем. Потому что было множество исследований. Сам по себе выбор школы не делает ничего. Поэтому вот с этой вот реформой подотчетности, с тестами и так далее, почти все правительства как-то отходят от этого. Потому что, ну, где-нибудь было много потрачено, результатов мы особенно не видим нигде. Ни в одной стране мира. Что вот если там измерять тестами, то это каким-то образом влияет на... Ну, теория была такая, что учителя увидят результаты тестов, надо что-то делать, они соберутся и начнут там преподавать больше. Это ничего не работает. Вот. Поэтому следующий шаг, это нужно все-таки понимать, как происходит обучение. И мне кажется, что если нет отношений, то не будет развития. И именно это измерять то, что существенно, а не то, что там случайно. Тест ничего не показывает. Есть, была такая проект, измерять дельту, да, рост измерять между, там, скажем, первым классом и третьим классом по математике. Потому что дети приходят на разные уровни, в каких-то школах половины детей не умеют читать, а в каких-то школах уже все читают на двух-трех языках, да. Конечно, их нельзя сравнивать, но дельту вроде бы можно сравнивать. Так вот, плохая новость, дельту тоже нельзя сравнивать. Потому что, если у вас очень успешные дети, то никакие тесты не покажут их рост. Ничего не покажут, они, потому что нет таких тестов, которые, рост в конце образования очень разнообразный, и его невозможно никак измерить. В общем, извините, это долгий ответ на ваш вопрос. Я хочу, да, я хочу, чтобы образование изменилось, если мы измеряли правильные вещи, а не случайные вещи. А вы пороги думают о том, что отношения как такие все время изменения? Они, конечно, да. Но есть, все-таки, есть разница между плохими и хорошими. Ну да. Есть направление. Но они все равно меняются постоянно. Они меняются, конечно. То, что сегодня хорошо, может быть завтра, а не обратно. Ну, не, ну, конечно, я изучал когда-то историю школ. Школы гибнут, тоже хорошие. Школы гибнут. Меняется директор, меняется основной костяк учителей, и они испытывают, как бы, регресс. И то же самое в школе, да. Вы начинаете, есть классы, есть учителя, которые умеют это делать, у них есть, а есть, которые не умеют. То есть, конечно, есть разнообразие, да. Но это же, вот эта шкала для того, чтобы получить, как бы, моментальный снимок, как вот сейчас. Если вы измерили два раза в разных годах, вы видите, что у вас идет падение, ну, это хотя бы повод поговорить. Да ведь? На ПЕД-совете. Конечно, мы измеряем для того, чтобы изменить. Мы не измеряем из любопытства. Ну, вот смотрите, о чем говорят люди на ПЕД-совете, да. Они должны говорить о том, что у меня вот с этим классом не складывается, что-то там не идет, да, вот что мне посоветуют сделать, чтобы у меня как-то с ними были более, и у них внутри конфликт, я не понимаю, что происходит. Вот об этом же надо говорить, да. Об этом люди говорят в учительской, на ПЕД-совете, они говорят там, «О, вы такой учебник, мы сякой учебник, давайте мы будем это делать». Вот. Говорить надо о главном. И для того, чтобы говорить о главном, нужно вот начать с такой. Похожим и все, да? Еще раз большое спасибо, очень интересно, да. Вот у меня такая фокус-группа для моего компонента. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ